Благородные охотники, расчетливые убийцы, которые каждый раз душат свои жертвы стремительно и аккуратно. Но этот привычный для нас образ царя зверей, насколько он соответствует истине. Мы выслеживаем стаю львов, которая устраивает настоящую кровавую бойню. Порой львы из этой стаи вонзают зубы прямо вплоть к жертвы, пока та еще жива. Мы следуем по пятам маленьких львят, и мы задаемся вопросом, откуда возникают эти страшные привычки, и останутся ли они у взрослых особей? Типично ли такое поведение, или же мы можем считать эту отдельную стаю львами-хулиганами? Львы-хулиганы Классическая африканская сцена Львы выглядят невозмутимыми. Африканский буйвол — враг, подобный танку, готов к сражению не на жизнь, а на смерть. Львы стали способны на то, что называется идеальным убийством. Они научились объединять силу целой стаи, чтобы одерживать победу над этими гигантами. Мощные челюсти, созданные для того, чтобы перегрызать сонную артерию, дарить поцелуй смерти, быстрый и чистый. Как по учебнику. Но в парке Макалоло в Зимбабве одна стая львов, как кажется, играет по другим правилам. Когда эти львы убивают, они пренебрегают формальностями. Как раз сейчас львята, которым едва исполнился год, пополнили ряды львинной стаи. Обычно из восьми рожденных малышей — семеро самцы. Может, в этом причина такой жестокой охоты, какая присуща этой стае? В прайде львов доминирует именно самец. Он устанавливает правила. Для всех львов, обитающих здесь, буйволы — это ключ к выживанию. Добыча меньшего размера просто не может обеспечить пищей такую большую семью. У главной самки стаи Лидумы восемь детей. У этих семерых братьев и одной сестры разные судьбы. Будущее маленькой дочери Лидумы Эбби выглядит безоблачным. Все, что ей надо делать, — это копировать свою мать. Но у Лидумы есть задача посложнее — воспитать сыновей, посвятить их в искусство убийства. Двое сыновей уже начинают блистать в стае. Марлу отличается силой, кимба умом. Объединившись, они добьются больших успехов. Но сначала им предстоит освоить азы охоты, ведь их дни под полной опекой стаи сочтены. Они постоянно находятся в компании главной львицы. Это наше первое знакомство с тем, как львиная стая справляется с воспитанием малышей. Марди, которую можно отличить по радиоошейнику, часто играет роль второй наставницы львят. Это обучение одновременно с настоящей охотой, и во время атак Марди становится помощницей Лидумы. Во время охоты именно они становятся теми, за кем наблюдают львяты. В остальных случаях за львятами присматривает самец стаи Памви, который держит в строгости всех членов стаи. При его весе в 180 килограммов, что в два раза больше веса здорового человека, он требует уважения даже у старшей самки. Если он чувствует вызов, ситуация может обернуться крупными неприятностями. Памви проживает в этой части национального парка Зимбабве-Хванге уже три года. Его территория – это густые заросли в области Макалоло, где также обитают многочисленные стада буйволов. Львятам предстоит научиться, как сражаться и побеждать животное, чей вес в четыре раза превышает вес льва. К тому же это очень темпераментное животное. Как только львята подрастают, они получают шанс участвовать в настоящей охоте взрослых. Буйвол вооружен одними из самых тяжелых и самых смертоносных рогов во всем животном мире. Урок первый – как выбрать самую легкую добычу. Когда крупные буйволы смыкают ряды, стадо практически неуязвимо. Лидума идет впереди, она всегда первая бросается в бой. Но как же новички отреагируют на стройные ряды буйволов? Уверенная и сильная. Лидума бросается на животных, ее целью становится молодой теленок. Двое малышей заходят с флангов. Буйвол кидается назад. Лидума отпускает теленка, а львята бросаются в рассыпную. Но она не сдается так просто. Она начинает вторую атаку, но теперь уже все стадо настороже. И первый урок для львят заканчивается настоящей проверкой. Что же было не так? Все начиналось очень хорошо. Лидума воспользовалась предоставленной возможностью напала на теленка, отбившегося от стада, которое, в свою очередь, было в панике. Но ее сыновья, так же, как и остальная стая, не пришли на помощь вовремя. Это дало буйволам шанс собраться. В конце концов, львы были побеждены маневренностью своих жертв. Сила и численное превосходство выиграли битву. Буйволы и львы. 1-0. Этим львятам еще многому предстоит научиться. Теленку, впрочем, тоже. У него мало шансов сбежать, но, во всяком случае, он унаследовал блестящие навыки защиты. Они ему понадобятся. Еще три месяца назад он был беспомощным новорожденным существом. Еще не успев обсохнуть после рождения, теленок сражался не на жизнь, а на смерть. Он должен будет использовать всю свою врожденную устойчивость к внешним факторам, лишь бы выжить в опасном соседстве с львами Макалоло. Это самый засушливый период в году. В прайд львов привык к тому, что сейчас его ожидает легкая добыча. Животные падают с жертвой жажды, голода и истощения, и тогда в хищниках просыпаются их темные стороны. Раненый слоненок пробирается через заросли. Но он создает достаточно шума для того, чтобы привлечь внимание не тех, кого бы ему хотелось. Кажется, это конец пути этого малыша. Ранее настойчивое стадо буйволов выгнало слонов с водопоя. В образовавшейся толкотне слоненок запаниковал, упал и был раздавлен животными. Его оставили умирать. Но на сломанных ногах он пытался найти укрытие, полз через заросли на протяжении мучительных и долгих часов. Он не способен защитить себя. Обычно львы убивают свою жертву. Перегрызают горло, прежде чем вонзить свои клыки в ее тело. Это первый раз, когда сыновья Алидумы Марлу и Кимба столкнулись с такой ситуацией. Что же они будут делать? На рассвете становятся видны следы вчерашних событий. Львы начали пиршество несколько часов назад, но они так и не убили слоненка. Хотя он до сих пор жив, он лишь с трудом двигается. Скорее всего, полученные раны вызвали у него болевой шок. С точки зрения людей это кажется жестоким, но мы не можем судить львов по нашим законам. Молодые львята, такие как Эби, Марлу и Кимба, должны следовать по привычному для их стаи пути. Они всего лишь копируют поведение старших. Так что же заставило львицу Макалола отказаться от быстрого убийства? Может быть, причина в поведении жертвы? Этот слоненок не сопротивлялся. Неужели быстрое убийство необходимо лишь для того, чтобы подавить сопротивление жертвы? Слоненок умер немного позже. Ну а в поведении стаи после этого во многом объясняет их странный поступок. Они покидают трупы и возвращаются к нему еще несколько раз, оставляя без присмотра на время своего отсутствия. Это говорит о том, что у них нет соперников, способных отнять еду. В самом сердце земель, охраняемых Памви, семейство Лидумы не имеет врагов. Это не уникальный в дикой природе случай, но все же такая роскошь — редкость. Лидума знала, что слоненок никуда не убежит. Без необходимости быть быстрым и хитрым даже самые дикие инстинкты могут быть подавлены. Кто бы не постарался беречь свои силы, если бы представилась возможность? Другой же их инстинкт — желание спать до 20 часов в сутки — кажется непобедимым. Еще больше ключей к разгадке тайны. Почему же львы не убили жертву сразу? Можно обнаружить вокруг. Хотя национальный парк Хванге — это край буйства дикой природы, люди пробурили здесь несколько скважин, чтобы помочь животным пережить сезоны засухи. Слоны, так же, как и все травоядные в этом парке, должны каждый день преодолевать огромные расстояния для того, чтобы добраться до воды. Когда же два крупных существа хотят одного и того же, порой напряжение между ними может вылиться в конфликт. Когда этот непрекращающийся поток животных идет на водопой через территорию львов, становится понятным, почему львы адаптировали свои методы охоты к тому, чтобы получить как можно большую выгоду. Но вопрос для львят остается открытым. Было ли поедание еще живой добычи лишь единичным случаем, или же это войдет в привычку? Ночь. Прайд Памви проснулся и снова отправляется на охоту. Еще одна тренировка для львят. Лидума снова идет впереди стаи. Нет ничего необычного в том, что самка становится предводителем во время охоты, но сегодня у нее есть куда более важное задание. Сила Марлу и хитрость Кимбы стали еще заметнее, но чтобы научить малышей пользоваться этим оружием, им надо преподнести еще один урок. Смогут ли они помочь атаке Лидумы сегодня вечером и показать буйволам, чего они стоят? Телята небольшие и уязвимые располагаются в центре стада, вдали от линии сражения, если таковая появится. Даже для льва эта громадная туша живой плоти чудовищна, и они робеют. Возможно, буйволы чувствуют слабость в стратегии львов, или они понимают, насколько неумелы сыновья Алидумы. Кто знает, но массивные травоядные животные выдерживают сражение против своих врагов. Еще раз сыновья Алидумы проиграли игру. Такое неудачное начало прочит большинству молодых олевят голодное и отчаянное будущее. Но Макалола снова дает им шанс. Другой слабый слоненок оказывается поблизости в одиночестве. Он родился всего пару недель назад и был брошен своим стадом. Новорожденные слоны беззащитны перед атакой, но мать и тетки этого малыша почувствовали опасность и пытаются поставить слоненка на ноги. Он недостаточно силен. Сперва его семейство задержалось, чтобы помочь ему, но у них не было выбора, пришлось оставить малыша. Природные инстинкты теперь возьмут свое. Он выжил в одиночестве первые дни, но без опеки семьи он подвергается смертельной опасности. Стая львов уже уловила его запах. Но слоненку пока удается отсрочить свою смерть. Громадный слон появляется на сцене, отбивая атаку львов. Они выжидают, чтобы посмотреть, что же произойдет. Слон подвергает свою жизнь риску. Может ли гигантский непредсказуемый слон-одиночка помочь малышу? Кажется, им удалось завязать дружбу. Но взрослый самец не расположен к тому, чтобы присматривать за потерявшимся детенышем. Их товарищество длится всего несколько часов, и тогда слоненок вновь остается один. В африканских зарослях не берут врагов в плен. Слабые и нуждающиеся становятся легкой добычей для голодных и сильных. Грифы уже тут как тут. Предсказывать чью-нибудь гибель – их специальность. Их превзошли ночью, и им приходится ждать завтрашнего дня. Доля львов в этом пиршестве, несомненно, намного больше. Сегодня им повезло. Изнемогающий от жажды и наверняка израненный слоненок испускает дух, спасая себя тем самым от более мучительной смерти. Уже подросшие Марлу и Кимба еще не знают, что это был последний раз, когда пища досталась им так легко. У них появляются соперники. Вряд ли они понимают, что их мать Лидума снова беременна. Марлу, Кимби и их пятерым братьям скоро придется самим заботиться о себе. Три с половиной месяца назад Памви учуял по запаху, что львица снова готова к спариванию. Пара занималась этим на протяжении нескольких дней, своеобразный сексуальный марафон. Рождение новых малышей станет поворотным пунктом в жизни Марлу и Кимбы. Станет больше ртов, которые надо накормить. Соперничество всегда означает, что жизненные условия становятся сложнее. Хотя братья выросли сильными и уверенными, они все же не совершили еще ни одного убийства. Время уроков подошло к концу. Вероятно, чувствуя, что им надо скорее обладевать всеми навыками охоты, они последний раз предоставляют матери право первой вступить в бой. Это поворотный момент для малышей. Буйволы выглядят испуганными. Стремительное нападение смутило стадо. В образовавшемся хаосе всегда оказывается один отставший. Но двое львят мало что могут сделать против армии буйволов. Пришло время всем братьям вмешаться в ход дела. Их задача — создать линию фронта и выстоять под напором буйволов. Львятам все еще необходима помощь опытного охотника, чтобы справиться с задачей. На этот раз их тетка Марди преподает урок. Львята справились с классическим нападением, но они не могут достойно подвести итог атаки. Остальные буйволы подались назад, так что лидумы используют эту возможность, чтобы преподать детям еще один важный урок. Вместо того, чтобы быстро удушить жертву, она оставляет право на ее убийство малышам. Эта возможность проявить себя была возложена на львят слишком неожиданно. Они кажутся сконфуженными, даже ленивыми. Это то же, что смотреть на домашнего кота, играющего с едой. Может, эти львы просто недостаточно голодны, чтобы убивать? Довольно странно увидеть льва, необуреваемого инстинктом убийства. Даже Марди кажется безразличной к убийству. Затем теленок неожиданно начинает сопротивляться, и первобытный инстинкт все же просыпается. Марди хватает жертву за горло. Немного надавить, и животное задушено. Но она не делает этого. Может быть, Марди надеется, что львята вернутся и покажут, на что они способны? Или же ее обуревает такое же безразличное отношение к убийству? Даже столкнувшись с яростью и мощным оружием буйволов, львы все еще не сочли нужным научиться убивать классическим способом. Наступает ночь, прежде чем львы начинают трапезу. Здесь смерть не всегда наступает быстро. У Марлу и Кимбы появляются и другие проблемы. Скоро вместе со своими братьями им придется уйти. Но до этого они должны отточить свое мастерство. Отношения внутри семейства меняются. Подрастающие самцы демонстрируют свое превосходство над матерями, но они до сих пор не могут самостоятельно справиться с охотой. В львином обществе доминирующие самцы редко когда охотятся вместе со стаей. Они предпочитают забирать всю добычу себе. Памви поступает именно так. Кимба и Марлу предоставляют ему пространство. Между двумя братьями установилась прочная связь. Связь, которая однажды, возможно, заставит их вступить в соперничество с отцом. Чтобы проследить за успехами львят, Памви часто дает им уроки. Взрослые дети Памви теснятся у тела жертвы. Памви кидается на них. Это был хороший урок. Большие самцы едят первыми. Кимба хватает то, что успевает и отступает. Новые детеныши заставляют родителей думать лишь об их воспитании. С этого момента взрослые дети уже лишаются опеки. Вожак отмеряет время, когда его старшие сыновья покинут стаю. Даже невинная попытка Кимбы наладить контакт с отцом встречена с раздражением. К октябрю напряжение внутри стаи накаляется до предела. Затем в Макалоло наступает сезон засухи. Температура достигает 30 градусов и выше. Зной лишает пейзаж красок. Бури разносят пыль и иссушают последние источники воды, в том числе созданные людьми скважины. Памви должен отвезти стаю глубже в заросли. Кимба, Малу и остальные взрослые львята отправляются вместе с семьей. В условиях, когда найти пищу все сложнее, они становятся важной частью команды. Их матери следят за каждым их шагом, хотя сейчас приоритет для львицы – маленькие детеныши. Вот во что превратились источники воды. Тысячи лап и ног превратили это месиво из грязи в смертельную ловушку. Взрослые слоны справляются с этим препятствием, но для малышей это новая опасность. Грязь, подобно зыбучим пескам, засасывает малыша в свои недры. Он не настолько силен, чтобы сопротивляться ей, и чем больше он барахтается, тем больше увязает в грязи. Слоны уже потеряли двух малышей в этой реке. На этот раз мать вмешивается к счастью. Своими массивными ногами она утаптывает жижу и освобождает своего слоненка. Грязь представляет собой настоящую угрозу. У буйволов широкие копыты, позволяющие им удерживаться на вершине этого месива. Но на дне водоема множество ям. Стоит лишь один раз оступиться, и грязь засосет тебя. В течение двух дней эта беспомощная корова печется под палящими лучами солнца. Ночь приносит лишь небольшое облегчение. Шакалы становятся преданными друзьями друг другу. Они выжидают, пока поверхность грязевой реки засохнет и образуется путь к их жертве. На третье утро буйвола ждет еще более жестокая участь. Прайд Макалоло приближается. Как обычно, именно Лидума берет на себя главную ответственность. Чтобы как следует схватить животное, Лидума должна изловчиться и подступиться к нему так, чтобы не увязнуть самой. Если ей это удастся, стая будет накормлена. Грязь заставляет львовь нервничать. Лидума осторожно ступает по тонкой корке засохшего месива. Хотя она просто может вцепиться клыками в тело несопротивляющейся жертвы, Лидума, судя по всему, собирается продемонстрировать перед львятами настоящее классическое убийство. Она не может добраться до горла. Вместо этого она держит буйвола за нос достаточно долго, чтобы тот погиб. Остается загадкой, почему Лидума на этот раз решила выбрать традиционный вид умерщвления. Но опять же, она преподала львятам новый урок. Они должны полагаться на собственные силы и справляться с ситуацией в зависимости от обстоятельств. Думать самим. Этот буйвол мог оказаться куда более опасным, чем мы думаем. Если бы он начал сопротивляться, он мог утопить в грязи кого-нибудь из стаи. Возможно, сперва убив его, Лидума лишь хотела удостовериться, что ее семья будет есть в полной безопасности. Подросшим львятам хорошую услугу оказал засушливый сезон, когда пищу добывать куда легче, ведь животные ослаблены засухой. Но для Кимбы и Марлу уже сочтены дни, когда они могут рассчитывать на то, что мать обеспечит их пищей. Выросшие почти до размеров взрослые особи, львята-самцы обладают неуемным аппетитом и все растущими потребностями. Ноябрь приносит с собой долгожданное облегчение после удушающего зноя. Пять миллиметров дождя выпадает каждый день на протяжении нескольких недель. Постепенно дождь оживляет и сушеные равнины. Животные, которые старались не уходить далеко от мест, где есть хоть какая-то вода, теперь снова начинают бродить по округе в поисках пищи и в стремлении к продолжению рода. Это время ежегодного периода всплеска рождаемости. Вскоре после рождения детей у самок начинается течка. Самцы скрещивают рога ради права спариваться с ними. Самцы зебры набрасываются друг на друга, щиплют и легают партнеров мощными ногами. Но одна зебра, кажется, остается невозмутимой. Ее новорожденный жеребенок умер 24 часа назад, но она все еще продолжает оставаться с ними. Шакалы бродят неподалеку. Трагедия одного животного – пища для другого. И к тому же шанс завести собственную семью. Дожди приносят в Макалуло изобилие, но с ним и настоящий переворот. Молодежь в стае львов впервые отправляется на самостоятельную охоту. Они должны заслужить свою пищу и регулярно принимать участие в охоте. Молодые львята подросли быстро, и теперь Кимба, Марлу и остальные братья сталкиваются с еще большим соперничеством во время охоты. Для молодых самцов, пока они растут, очень важно приучаться к тому, что рядом всегда может оказаться соперник. Инстинктивно они знают, что за место им не придется бороться. И они достаточно знают своего отца. Он жестоко обойдется с каждым, кто подвергнет сомнению его власть. Но после еды вся семья сближается, и ее члены наслаждаются временем, проведенным вместе. Молодые львята быстро схватывают новые уроки, и львицы вскоре освобождаются от работы. У старших братьев осталось всего немного времени, прежде чем их прогонят из стаи. Все чаще молодые львы располагаются на отдых вдали от основной стаи. Даже львицы начинают уставать от повзрослевших львят. К тому же, те всегда находятся под зорким наблюдением панды. Эта юношеская коалиция вызывает опасения у вожака. Это семеро молодых самцов, которые однажды могут стать угрозой для его статуса властителя макалолого. Их успех будет зависеть от их дружбы. Даже без своих братьев Кимба и Марлу вдвоем могут объединиться, чтобы соперничать с отцом в деле завоевания самок, а также охоты. Их единственная сестра останется с семьей. Самки покидают стаю своих матерей в исключительно редких случаях. Ее братья должны уйти до того, как они достигнут полового созревания. Это произойдет в возрасте двух-трех лет. Им надо будет охотиться на буйволов, чтобы иметь хоть какие-то шансы выжить. Кимба и Марлу столкнутся с опасным и непредсказуемым миром. Им предстоит пересекать чужие территории. Живущие по соседству стаи будут готовы до последнего сражаться за свои земли. Их гривы становятся все гуще, а в крови поднимается уровень тестостерона. Уже совсем скоро они сами захотят покинуть стаю. Будем надеяться, они достаточно выучились, чтобы встретиться лицом к лицу с новыми врагами. Они прошли долгий путь. Невинные игры в детство плавно превратились во взрослые битвы. Это заняло долгие месяцы проверок и строгости. Но, наконец-то, Кимба, Марлу и их братья отправляются на самостоятельную охоту. Но сегодня неожиданно все поворачивается по-другому. Они ищут исключительного вызова, и на этот раз они получат его в более чем неожиданной форме. Для начала, с ними нет взрослой львицы, готовой прийти им на выручку. Они приспосабливаются к ситуации. Сплоченная команда, вот что им надо, чтобы загнать одинокого буйвола в ловушку. Старый буйвол знает, что львы ненавидят мочить свои лапы. Прыжок в воду позволяет ему выиграть время. Марлу смело бросается за ним. Но один он ничего не может сделать. Буйвол, несомненно, имеет преимущество перед ним. Но Марлу и его братья больше не собираются сдаваться. Они выросли сильными и спокойными. Совместная охота покажет, что они умеют подстраиваться друг под друга. Буйвол все еще остается целью атаки. Львы знают, насколько важна безопасность. Ложный шаг, и они окажутся жертвой этих гигантских врагов. Они разгуливают вдоль берега, наблюдая за поведением буйвола. Несмотря на их настойчивость, весь ход охоты нарушает случайность. Огромный слон также приходит на водопой. Он играет роль отвлекающего маневра, и буйвол воспринимает это как шанс на побег. На этот раз удача ускользнула от них. Но даже умудренным опытом охотникам время от времени приходится мириться с неудачами. Возможно, слон помешал их атаке, но он, несомненно, только усилил их жажду победы. Настороженный растущей статью своих подросших сыновей, Памви помечает свою территорию. Это напоминание Кимби и Марлу, что им стоит помнить о своем месте в стае. Хорошие времена закончились. К июню все снова высыхает. Молодые львы все еще остаются со стаей. Зима приносит самую трудную и самую серьезную проверку. В стаде буйволов появляются молодые особи. Некоторые из них родились в одно время с нашими львами. Им удалось выжить, и теперь они весят около 400 килограммов. С таким пополнением из горы мышц стадо становится еще крепче. У этих буйволов неплохие шансы выиграть сражение, но и их враги также в самом расцвете сил. Обе стороны знают, что битва неизбежна. Кимбу, Марлу и их братьев уже заставляют покинуть стаю. Возможно, это и есть подходящий момент, чтобы окончить, наконец, охотничью академию Лидумы. Лидума делает то же, что и обычно. Она первой бросается в атаку. После нескольких неудачных попыток им все же удалось отбить одного молодого буйвола от стада. Кимба вцепляется в его спину, чтобы удержать. Взрослые буйволы поворачивают назад, но львы не теряют бдительности. Стараясь держаться подальше от острых рогов, Марлу и Кимба, наконец, помогают Лидуме справиться с животным. Лидума была главной во время охоты, но ее сын Марлу и его сила помогли победить. Вопрос вот в чем. Что же он будет делать дальше? Буйволы не сдаются, так что Лидума готова снова вступить с ними в схватку. Она успешно справляется со своей задачей и выигрывает время для своих сыновей. Хотя львята сыграли огромную роль в этой охоте, кажется, что все же именно их мать одержала победу. Она хватает жертву за горло. Удушение приносит гибель животному в считанные минуты. Наконец, становится ясным, что нашим львятам не суждено провести охоту самим от начала и вплоть до успешного завершения, пока они еще вместе со своей стаей, пока они не вынуждены делать это сами. Но все-таки они продемонстрировали, что те привычки, которые мы замечали за ними в юности, испарились. Они стали опытными и под влиянием соперничества со стороны младших братьев и сестер научились быть убийцами. Все придет со временем. Прогулка на соседнюю территорию по-настоящему напугала Марлу и Кимбу, когда главный соперник Памби на этих землях показал им, что значит заходить к соседям. Понимая, что пришло время уходить, Марлу и Кимба идут впереди своих братьев. У их отца теперь есть другие малыши, которые смогут помогать матери с охотой. Но теперь эти молодые львы достаточно опытны, чтобы выжить самостоятельно в уютном мире Макалоло. Со временем сильная стая из родных братьев станет грозой этого края. Для их матери это обычный ход жизни, это цикл, в котором есть и время перов, и голодный период. Лидума продолжает водить львят на охоту. Станет ли она сперва убивать свою жертву, это зависит от обстоятельств, будет видно. Львы не такие аккуратные и опрятные охотники, какими мы привыкли их считать. Так же, как и мы, они норовят мухлевать и выбирают легкие пути. А если это означает съедать свою жертву живьем, то так они и сделают. Но эти львы никакие не хулиганы. Они просто остаются сами собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова